Полоколы изготовлены. Притом, как он мне попал, это и строя целая. Машина опросилась таковая. И увидели это преступники, которых я спасал когда-то, и они приедут их в подарок. И огромные мозговые круги. Так, все. Пора делать. Заканчивается все. Садитесь, садитесь. Так, бряхну. А вам, может быть, там удобно, чтобы не закрывать никого? Давайте здесь все были. Где-то, где-то можно провести. А тут возьмете венек, возьмете и хорошо заметете. Вот так. Там ничего больше не ложить. Так. Продолжим наше занятие о книге «Полная исковедь». Итак, у нас на рельсах. Не позволяешь ли себе небрежного обращения с книгами священного писания? Не читаешь ли книг, противных к учению веры? Вот сейчас даже вот это. И добрым драмам, и не занимаешься подобными разговорами? Вот очень важный пункт того, что не нужно делать на первые заповеди. Не обращаешься небрежно с книгами священного писания. Ну вот, сейчас был такой момент, да и можно наблюдать вчера вот эти Евангелия, да? Маленькие с книгами. Там кто-то был такой момент, да? Помните, это вот ребята селятся. А вот следующий пункт мы очень интересны. Маленькие почитаем заповеди. Пора заповедь. Не делай себе кумера и никакого изображения того, что на небе в верху и что на земле внизу и что в воде ниже земной. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревенитель, наказывающий детей и долину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов любящих меня и соблюдающих заболеваний. По сожалению, у нас происходит наоборот, потому что сегодня многие люди в лице каких-то известных людей создают себе как раз таких вот кумера. Вторую заповедь начали? Вторую заповедь, но мы еще первую. включение выскочил. Так что ты не попаздываешь. Я говорю, что мы об этом еще будем. Забегает наоборот. Да, забегает в это включение. Не обращался ли когда-либо к волшебникам, экстрасенсам, астрологам или ворожеям, или предсказателям будущего, не гадал ли сам? Вот тут я могу рассказать просто гигантское количество историй, которые как раз по этому пункту и касаются. И вам я еще рассказывал про девочку праздновать. Ну, про экстрасенсы я на прошлом занятии рассказывал. Вы знаете, как и астрология? Сегодня это просто эпидемия и она началась из 90-х конца даже 80-х годов. Вот они газеты, телевидение, новости, астрологический прогноз. Сегодня нельзя делать то-то, то-то. На работу не ходи, не ешь это. Сегодня на работу не пойду, это первое. Мясо прогноз будет. Все. Что такое астрология? Знаете? Вот астрология это как раз касательно астрологических прогнозов это не наука. Сразу скажу вам это не наука, это лженаука. Ученые против этого. Ну, а соответственно верующие люди они должны быть так же не прибегать к этому. Потому что это, по сути дела, начинается еще в Средневековье, что якобы движение небесных светил по ним можно предсказать и судьбы людей каких-то событий или планеты, звезды и у каждого царя будет свой острог. Ну, это, конечно, абсолютная ложь, это лженаука. Она никакого отношения к науке остальными не имеют. Поэтому многие сегодня спрашивают у учеников, а я по гороскопу какой-то, стелес, авены когда баран, что ли, ну, я скорпион, так, хорошо, мы сейчас с тебя тогда слышу, прикончен и все. То есть вот такие и, соответственно, этот родитель идет по тому, что родители там покупают всякие амбулеты связаны именно с этим. Что ты хотел сказать? Сказал. Это все. Типа, ты выйдешь на работу и на тебя сниму кирпич полет теперь сзади, да? Да, то есть там что-то будет, так сказать, плохое там с твоими что там заболеешь там или что-то такое. То есть не рекомендуется тебе, да, может и такое быть в своем случае. То есть сегодня вот это ну наблюдается даже верующие. Я понимаю, что даже верующие люди, которые входят в храм, они читают вот эту ну я не знаю как ее назвать. Вот. Ну информационный мусор можно так назвать. Совершенно. Ну ересь можно это. Она кейска вообще-то не имеет вообще ни отношения на. Так что приходится очень много говорить об этом. О том, что вот это увлечение астрологией сегодня очень буквально поварен среди даже верующих людей. Это печаль. они и налево и направо. Так. Ну я думаю, что вы слышали об этом, знаете. Ворожей тоже. Это просто нацовские колдуны. Их великое... Ну кстати говоря, такой случай был у нас в храме. Так, девочки. Значит, по дихинке знаете, там вот в корзинке плотают. Ну в храмах наверное знаете такое, что такое. Приходят люди верующие и там что-то кладут там. Печенюшки всякие там, конфетки и прочее. И потом это, ну это священие. И вот батюшка приходит там и спрашивает у прихожан у тех, так сказать постоянно приходит, там помогает. А что вы положили туда? Какие-то там предметы он увидел, что это предметы гадательные. То есть всякие на которых гадают там какие-то земля, какие-то перья и так далее. То есть это относится к ворожбе. Он спрашивает, а что это такое? То есть почему вы поедете слышите? И там одна женщина говорит, сюда приходила колдунья про. То есть она какую-то порчу на кого-то хочет навести. Она прямо положила туда вот эти предметы культуры колдунья. Кого-то она там кого-то сглазит или кому-то плохо сделать. И решила вот это прямо отпустить все это в канихиды. То есть сделать людям накладовое оно прямо в храме присутствует. То есть не бояться даже заходить в храм и делать свое ужасное дело прямо в храме. Можно. Владимир Виктор я случай вспомнил, у нас был тут брат Виктор Николаевич, вы его многие знаете, он говорил, что когда до уверения во Христа он заходил в православный храм и там медитировал, стоял медитацией занимался прямо в храме. Он там увлекался вот это его а потом когда обратился понял, что согрешал этим конечно сильно. Да, я тоже поначалу увлекался вот ну скажем так я хотел узнать что это такое не понял что это совершенно ну абсолютная наука и никакого отношения к тому что можно предсказать человеческую судьбу ничего не имеет никакого отношения то есть поэтому никогда я хочу еще вспомнить что у нас у верующих христиан у нас говорится что во всем есть промысел Божий даже сам Господь Иисус Христос Он говорил что ни Сын человеческий не знает никто вообще не знает из людей в какой час или день он придет то есть даже о втором пришествии это закрыто отчего говорить о нашем вообще о нашей жизни ничего не знаем что будет завтра а почему люди обращаются к этому я хочу узнать вообще будущее знать неполезное будущее представьте представьте что вы если бы открылось это открывается только святым людям которые говорят кому-то для пользы его что настанет твой срок уходить из этого мира к Богу они это открывают только естественно при на то Божьем поэтому не полезно узнать будущее некоторые хотят узнать а что со мной будет а вот представь себе что вы там через год должны поддаваться катастрофу вы будете дома сидеть и не выходить на улицу постоянно будете у вас страхи будут ничего не связываться разве хорошо это будет просто тюрьма через сколько лет через два через год ты попадешь там или на самолете придешь куда-нибудь отдыхать не ворожил ли сам на Библии или Псалтыри хотя такие люди есть они ходят в храм вот как я сейчас говорю только что о полгоне которая пришла и сделала свой вот этот обряд колдовской прямо в храме таких людей к сожалению очень мало они причем вот даже еще один случай вспомнился ну даже у друга вот друг он по сути не верующий никак хотя он покрестился вопрос для какой цели причем с отцом пришел но его прихватило сердце больной и пошел он ну вот к такой бабульке которая всякие там порчи в общем которая тоже говорит она вот смотри здесь что-то излечиться не с ним что-то не помогало ему бороться вот решил пойти обратиться к такому человеку к бабушке которая там ворожит и прочим вещами занимается заговор да да и она ему говорит следующее вот ты крещёный говори нет не крещёный сходи тогда в храм покрестись и тогда я тебе так сказать всю эту процедуру сделаю ну ему пришло и вот по этой причине он собственно пошел в храм чтобы покреститься потом обратно к тебе бабушке бабульке и вот сделать чтобы она сделала ему вот это обряд так сказать вот такой в кавычках оздоровить его вот пожалуйста поэтому они как раз вот эти люди они делают именно ворожбу на библии ну там салфей ну и потом вот когда начинают с ними происходить страшные вещи которые никакими скажем в лечебных заведениях не лечатся они спрашивают а почему у меня такое случилось а ты вот этот был там у кого-то у каких-то бабушек там лечился да было дело такое ну так теперь что ты сейчас так говоришь что ничем не помогает не имеешь ли чрезмерной веры без разбора всем снам вот тут у нас тоже слабое звено как говорится сны многие верят в вещи сны пытаются основываться и каким-то образом ну верить этим снам и строить свою жизнь будущее как раз уповая вот на эти сны вот мне там что-то приснилось и я вот кто-то тут и делать то есть сны это сегодня тоже дурное влияние вот тех людей которые не обращены к вере верят в астрологию то есть они свою жизнь свою судьбу отдают вот совершенно в такое свободное русло если нет соответственно делать можно все не веришь ли в существование домовых как добрых духов помни это бесы в разных своих проявлениях это тоже очень сегодня вот буквально могу рассказать даже кратко священник из Санкт-Петербургской епархии не помню как его зовут у него по-моему тоже канал есть и вот звонит ему я наверное рассказывал звонит ему знакомый говорит помоги батюшка вот там у одних людей что-то такое в доме завелось говорит стаканы летают разбиваются прямо вылетают у них двое детей по-моему маленьких одному 11 лет другому 4 годика или 5 лет хорошо приеду взял свое облачение оделся и разбирался что же там такое происходит и вот он говорит я об этом сниму и значит ну батюшка прямо на кадру которого снимают вот эти вот боги он говорит покрестился говорит вот это я все видел и перед лицом бога и божьей матери это вам говорю что это не ложь так минутку я хотел сказать смотрите один сидит так другой так руки положите вот так попробуйте рука на руку руки положите на стол на стол ни лицо не надо искажать вот так все стягивайте ничего не занимайтесь это что-то считают слушай учитель говорит учитель говорит я почему показал так учили в школе и так я сейчас мне прислали снимок в школе ведет знакомая мусульманка ученицы кажа она смотрит на учителя что он говорит он для того если не то что ты вопрос смотрела как бабка на кухне кто пошел куда что узнать там внимание поэтому когда спрашивают что а что говорит как пробудившись от сна человек невнимательный слушатель пробудился а что это было 2000 2000 лет назад вы говорите и не видите вы обратите все внимание их привлеките они просто тарабанило ушел каждое слово должно проликнуть понимаете который внимательный слушатель он смотрит что у него в тарелке а это пища которую вам дают и тогда ты можешь записать у себя раз положить отратку раз отвлеклась только на то что фразу для памяти больше ничем ничем не занимайтесь урок идет для вас вы не посторонние здесь вы главные слушатели я вижу и всех может быть Ливия одна такая слушала сидела а остальные копаются что-то там делайте то что и думаю я этого не делаю а я вернусь а у меня все не так мы все смертные вообрази что ты умрешь и в гробу будешь лежать точно так же это все вот мы считаем Пушкин там Лива все умны сейчас ни одного человека нет который делал революции ни одного ни одного когда отмечали ветеранов первой мировой войны в Англии на счет только два человека в доме престарелых и два выжившие из ума старики они не могут исполнить ничего не могут а мы считаем ну и 950 даже в 10 раз уменьшить 95 и то уже долгожитель ну мы то какие нарочные пылинки иногда говорят о вещах больших ну мировая война будет не будет она где-то рядом людей это не интересует больше всего женщины боятся всяких микробов вот надо микробов бояться мировая война рядом они этого не боятся и не понимают это не по их мышлению их не вмещается все микробов боится а пистанхоз мы этого не знали ели сырую рыбу тут же гонян выловил его поймал тут бывает соли или нет кишки вот так доволю с двух сторон в рот и никто не болел вот сегодня сколько засоленность у нас здесь больная она родственники покупают 5-литровые банками все завалено не такая вода по теряльке не такая да какая же не такая высшего качества вода она холодная чистая без привкуса и что нужно в ней есть а у меня вот там почки засолены у меня нету ты здесь живешь сколько а я родился я 70 почти 80 лет и без года и ничего не ею что необходимо в воде все есть она природная вот человек сейчас если одними бананами питаться будет он будет болеть почему а твой организм нет а тут есть обезьянь породы ему как раз он там родился а у нас что здесь картошка главная свекла морковка лук чеснок это вот так хватает организму чтобы все время в обновленном состоянии быть я на Володю скинул сегодня материал и принес флешку чтобы ты скачал стихи мои одним пайлом все стихи это 3467 стихотворений по 9 куплетов это не просто много это непостижимо много я как-то посчитал это я за 9 лет писал столько 9 лет это вместе взятый Пушкин со всеми произведениями Лермонтов Некрасов Александр Блок и у них меньше чуть не в 2 раза чем у меня одного за 9 лет а у них вся жизнь на это ушла а как так не знаю так вы что поэт меня поэтом называют конечно нет но стихи которые я прочитал в литературном институте они вот так схватили со старейшим поэтом известным Марк Иосифович Марк Иосифович у него 86 книжек вышел немножко там узнала она в кровавой администрации бывший первый секретарь райкова партии Оливьева Надежда Степановна а почему не защищает если вы защищает когда нападают а защищает то есть кандидатскую докторскую они мои труды посмотрели преподавал немножко попросили они сразу сразу у меня никаких званий они сразу профессора присвоили там по профессорской ставке мне заплатили да какой я профессор у меня вообще образования нет о нет почему Бог дар Божий свыше это вот я считаю жизнь вечная вот я сегодня скинул вот Поля собирает эти перышки я об одном перышке я написал стихотворение вот так а перышки а где оно а дядя Львове он пускает кроет и прочитает как я мимо храма иду и лежит перо и дальше такие у меня мысли как вихрь прошли вот вы видите во сне ты можешь описать свой сон сегодня а ведь с пятого на десятый еще и нету а я сны писал и на сны стихотворение писал как я встречаю Путина как мы ели вместе батюшка также узнал и говорит Путин где-то встречает его уже выходит из дверей тогда с собрания выступления а потом поворачивается назад повернул батюшка и ко мне подходит Владимир Владимирович спрашивает ну а как там вы знаете я все равно как-то приехать должен выбрать время во сне как наиву а я во сне вижу я все проповедую когда языками занимался я проповедую на немецком языке на английском в Южной Африке меня президентом избрали но потом подняли кучу меня сбросили я оттуда бежал и куда на прогулку ходим в Барнауле я там на мосту оказался я могу пересказать о чем говорил все встречаюсь с ректорами веду занятия в двух университетах мне надо еще два это для меня мало и я там говорю выхожу вот так народ стоит есть стихотворение на это я потом напишу какие сестры там приехали издалека вот как голубя она видишь какую книжечку стихов написала я во сне это все вижу во сне вижу вот на спине лежу и доказываю говорю а вот писание написано и проснулся у меня рука поднята я палец так и держу а человек там не принял который я договорился слезами я сам подушка мокрой взял слез у меня не просто сны а продолжение жизни которая здесь идет сейчас и вы когда считаете вживаете сегодня если этого нет то это мертвое мертвое есть книга такая с Арсеньей считали ее ну начитана везде и начитана мною говорят сравнивающие почему когда мы слушаем как вы насчитали все плакали почему а я считаю и плащу видно что я хлюбаю вывезу слезами и соплями и слышно все это слышно я плащу вместе с ним вот такое дело вы сейчас прослушали а как это остановитесь маленько переспроси ее а что она скажет когда она копалась там другое где-то и можно допустим длительный рассказ ты можешь сидеть рукодельничать слушать запись магнитофонная а это учитель урок ведет здесь ничего не должно быть учитель урок и вы будете отвечать перед Богом за то время которое учитель потратил на вас я разговаривал с большими людьми где бы я не остановился в городе в армии когда был у меня должность такая была я первым делом искал если в институте здесь институты среди факультетов иностранных языков есть я в это общежитие шел у меня принимали я там ночевал язык подновлять язык требует ежедневно хотя бы часа два в этом языке а не знаю я ее забыл я поехал в Америку и все забыл 50 лет назад это я аж в 92 году был ну я две недели там пробыл я уже с ними начал разговаривать с полицейскими там по телефону по английским это восстанавливается но это при желании тем более я среди таких жил которые учитель преподает которые люди приезжают чтобы им дали гражданство или что там им нужно знать язык и они там учатся и я сидел и отвечал на уроках вместе с ними напросился и пошел в школу в Америке это смешно конечно но мне все интересно а вы сидите куда тут я рассказываю побуждаю вас к этому я сейчас был у голубей я все время захожу и приветствую голуби добрый день мир вам ну как вы тут а не голову вот так голову нам их сделать слушай ну я все это напали на воды дал пшеницы насыпал и гули-гули-гули один слетел все до одного слетели я уже рядом хожу и не боятся это интересно да интересно кошки сегодня двоих выпустил сюда я с ними разговариваю ну где были а у нее репейная она везде разрешает репей трогать а вот здесь в этом месте у нее в задних ногах репей там прилип и никак не дает я ее кое-как оторвал один она от меня потом опять идет палю у нее на два все прямее делается видел нет и вот посмотришь это удивительно обе зашли ко мне скрещила она на колене я с ними разговариваю видишь пришли какие люди так разве может проповедовать всякой твари всякой твари по марки письки об этом говорит Серафим Царовский у вас будет знание божественное и ты будешь отсевать это надо а это услышал пустое не будет слушать а вот разедите все вливать все будет грязь всякая мусор как в этом нижнем отделении шкафа руки сложи не шевели пальцем уже по-толючке начинаешь пальцем все время я гляжу который терзает стоит всю службу в прошлый раз легкий из карамсал ну возьми съешь я одну кулаку вот какой у меня вкус я хотел прочитать прочитать вот сейчас речь шла о снах да вот я хотел места писания привести о снах зерном говорит господь и вот еще 31 стих 31-32 вот я на пророков говорит господь который действует своим языком а говорят он сказал вот я на пророков ложных снов говорит господь который рассказывает их и вводит народ в заблуждение своими обманами и обольщением тогда как я не посылал их и не повелевал им и они никакой пользы не приносят народу сему говорит господь то есть пустое сны пророчества как говорит пророчество здесь говорим о том что есть вчера как говорит человек высыпает и как будто бы наяву то есть сны трех видов бывает от бога от лукавого и от переедания от забой житейских прямо это надо понимать я к тому сказал что и во сне как наяву Сирахов об этом говорит и у меня и сны такие о чем я говорю и оповедаю и так как бы и сна нет просто жизнь продолжается вот так а люди во сне что-то видели и начинают за откровение выдавать он об этом и говорит это откровение Божие дар Божий самый большой дар дар Божий жизнь вечера а я спрашиваю что сон они не знали а у православных сейчас видел во сне такое святое ну и видел во сне и что и теперь это главный вопрос вот он видел во сне вот он там где-то и дальше жизнь идет Слово Божие сон я говорю как может быть а как узнать от бога не от бога если крест видел крест распятие это сон от бога один определитель другого нету да как и тогда не толпуй просто было сон и все вот перед тем как меня арестовать я видел сон я в облаках на кресте крест вот в таком положении он вот в таком положении высота его примерно вот такая огромная как железнодорожный мост я сижу ноги смесил зеленой рубахи как сейчас помню и там дальше где по ягодам ходили и он так медленно спускается спускается и тяжесть ну я не знаю сколько как железнодорожный состав он приземлился а я не боюсь сижу ноги себе сон никого больше нету и запахал такая тяжесть сел там соломцы я во сне спрашиваю господи а что это означает он говорит гонения я говорю а почему я здесь один ты первый пойдешь и тут прям сразу меня арестовывают никого не знаю меня первым то есть это пророческий сон пророческий я в нем стихотворение написал и дальше я с креста схожу и идут где ягоды тут собираюсь там где на березы лазили вот здесь большой длинный стол вот такой вот красной скатертью накрытый и сидит заседание как бывает президиум какой-то и священники а я до этого иду и там где болото маленькое и там говорят соревнования бутылки тогда были широкие из-под молока такие надо вымыть кто чище вымыет интересно как я так сижу мою и чувствую сзади кто-то подходит а тут бутылка у него видимо как бутылка и дал мне и она бутылка попадает грязь вот сюда это все потом отобразится позвоночник я теряю сознание иду а тут сеть раскинута я не могу на кого-то опираюсь батюшка опустил опереться не на кого и вот у меня уже дар речи теряется а это что пункция брать из позвоночника она у меня все исполнилось и вот этот президент сидит и я подхожу ближе вот так показываю мне причаститься надо не могу сказать а с поп один я вот даже Борис Пивоваров он вот так через стол наклонился и вот так вот тебе непричастник я после когда буду и так же буду просить причастие священник придет и как из этого будет то есть у меня программа была дана как со мной будет почему крест и ты пойдешь первый так ничего это программа моей жизни господь ее открыл открыл и как меня угрожали психиатрии сидит с шприцом сейчас укол сделаем навсегда разум отнимем вот все это вот этот удар позвоночника то есть я уже знал готовился все время ходил с сумочкой в церковь у меня с собой там сухари белье и ходил еще два года каждый раз сядь прямо руки положил вот так рыб лицо не задевай руками это сон и все время ходил с сумочкой с сумочками так арестовали все готово брат мне подарил в это время какое-то пальто кажется я не надевал его берег валенки с галошами не трогал чтобы сухие были и когда меня арестовали домой пришли я разделся они видят разделся а я одеваюсь берут меня из дому а я одеваюсь уже в то что у меня есть представь себе у них большие звания подполковники пришли все обыскали ты не знаешь где найти там трещина в потолке они туда щупу толкают трещинки искали где у меня что есть понимаете как мне надо было в туалет меня подполковник повел ну он мог наверное на сортир я зашел в туалет а подполковник стоит вот какая честь подполковник КГБ меня даже в туалет провожал это история а почему потому что до этого жизнь она была такая столько публикации и вы сейчас слушаете где-то ничего не просите кроме того дай запомнить и воплотить запомнить и исполнить а что ты исполнишь когда ты крутился и вертелся пальцами пальцами никогда не крутите пальцы даже вы спокойны Тимофей вот вы там дощак занимаетесь сегодня уже восьмой час ну надо дров натаскать на кухню да с улицы так берите и с улицы безнаружи еще что какой план послезавтра тоже ну вот если больше делать нечего вот сейчас подсохнет вы знаете у бабы Любы помочь найти весь инструмент и там где-то наточить где-то что-то она всегда нам помогает она сказала что там ей надо спират чтобы кто-то беремель то собрал волки да 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 так дать надо беремель или видите как программа должна быть рассчитать еще немного тогда до обеда еще минут десять про прочитаем пункт о том что не веришь ли ты в существование домовых как добрых духов помни это бесы в разных своих проявлениях вот я там не сказал попробуй пальцы вот так положить опять ковыряешь уже не можешь еще сделать полминуты прошло даже ковыряет рассматривать как пятилетний ребенок священник из Санкт-Петербурга очень хорошо рассказал как раз свой опыт того как с семьей произошла вот эта история реально причем реально когда вот эти духи злые прямо напали на эту семью и священник приехал освещать вот эту квартиру прямо при нем он не надеялся что он взял там камеру чтобы поснимать и действительно ему посчастливилось снять вот это буйство духов то есть в этой семье они все убежали из дома убежали к своей бабушке то есть к матери отца по-моему и вот таким образом спасались от этого ничего не оставалось как обратиться к священник и вот прямо на его глазах камера запечатлела как стакан прямо улетает и бьется причем мальчик стоит вот так вот сделался и вот так на этом моменте священник его снял значит что он сделал он говорит да там жил еще молодой человек армянин и он спросил вы все верующие да а в храм ходите причащаетесь нет так вот он сказал вам нужно срочно это сделать и видимо что-то у вас есть такое ну вот так кратко я рассказал о таком случае который вот здесь у нас об этом говорится не ставили свечи за упокой живых тем самым не проявлял двойной грех зложелательства в злоупотреблении священным обычаем не ставили свечи за упокой живых понятно что это происходит кстати желать смерти а желать смерти да именно так это двойной грех и зложелательство в злоупотреблении священным обычаям ну так так что это не ленишься ли молиться Богу да вот это очень получительный пункт не ленишься ли молиться Богу не страдаешь ли рассеянностью на молитве употребляя только молитву словесную а не умственную сердечную не пропускал ли утренних и вечерних молитв перед принятием пищи и после перед началом и по окончании всякого труда и работы не был ли на молитве обуеваемым богохульными помыслами очень серьезно у меня вот лично такое бывает было я молюсь так сказать и об этом и на искрении даже что рассеянность в молитве то есть в любой молитве особенности это перед сном и утром а утром вот вы все рассеянные даже на занятии не можете так сказать немножечко по бодрству полина да клонит все время голова падает тяжелая нет насчета нельзя все же бодрству и конфига все много замечаний делают руки на стол положи видишь сколько раз прям тут же забываешь и все опять лево руки на стол положите сколько замечаний об одном и том же вот поэтому это очень серьезная серьезный пункт когда молитва вот в таком совершается в рассеянности в непряжении то конечно она Богу не доходит это понятно не любила ли тварь больше тварца отца мать жену мужа сына больше Бога не пристращался ли к чему либо до задвения Бога вот так то есть это часто тоже бывает когда своих близких любит человек больше чем Бога я маму там или папу или кого-то еще собачку животное свое ну а Бог и забывается очень часто не допускал ли греха человека угодия то есть не стерли кому не одобрял ли его плохих дел а вот у тебя есть что-то к этому поводу тут нужно научиться считать еще и между строк а как что недоговоренно в священном писании часто делается только намек очень часто ну допустим вот мы смотрим в круге первом по роману Солженицына поставлен фильм очень хорошо он приезжает к дяде а работает в посольстве потом его арестуют и этот 500 его играет Димитрий а он газеты просто развесил как будто газета от солнца на самом деле не подчеркивает еще открывает смотри говорит всеобщая диспансеризация сказали чтобы все прошли и что ну это здорово это плохо это означает все больные здорового человека туда не надо диспансеризация теперь дальше вот такое-то село и там построили два детских садика это означает что отец не может прокормить семью и мать тоже идет и дети беспризорные ты маленько думаешь на самом деле если Банделеев 17-й ребенок а у баптистов по 18 сегодня даже есть я не знаю как у православных ну понимаешь ты просто маленько задумайся я один он работал и кормил да один ты сегодня 18-й человек где ты прокормишь когда ты вот сейчас говорят который заработок получает в месяц такой-то министр просвещения обыкновенный простой человек должен работать 230 лет 230 лет а он получает за месяц ну явно делаю что это грабительская власть а что им она разговаривает а вы себя считаете таким важным что тебе столько платят 3,5 миллиона в месяц ну какой же он ему платят он урок развивает и берет мне один раз назначили деньги получать за преподавание я не получаю я хожу и говорю да нет это много это не мой мой заработок провели меня там один раз так в жизни было в другой раз ну если такая у меня за 4 урока деньги а тут 18 лет я не получал а ректор говорил получить написал все я пошел иной-ной-ной-ной-ной-ной я знаю иной-ной-ной-ной-ной это еще не антихрист но момент наступил я говорю у меня нету так давай сейчас поставим да нет я отказался а решла о шестизначных сыпорах то есть моменты дает Господь где ты можешь проявить а не так все дела так завтра попустите а при этом антихрист ну мы тогда его врежем а что врежать-то когда уже сегодня тебя и нет там ты сегодня вот в этой обстановке вот дети сейчас вот вы где-то сейчас будете выйдете во двор и кто-то что-то будет не так сядет на колодец колодец садятся другая ничего не скажет и влагерь так же я уже вижу что там на разрушение пошло и ни один не скажет что видел ни один не остановит его а то дядя Вова мы с тобой там мы с кадетом которые ребятишки песни видел так у нас были кадеты кадеты из кадетского этого училища самые негодные что-то кто-то теперь уже я не знаю за что он не знает как отомстить ему он пошел в туалет и себе руку наклал пришел и все перемазал в игральном зале у него больше ничего нет еще есть он то и показал кадет это при тебе было уже это и еще не сделать сделать мы это сделали но другой видел что делает и восстановил его зачем же ты делал мне недавно пришлось слышать такой рассказ один человек говорит бродящие собаки ходят они на детей нападают то другое их травить надо док-хаттер называют охотники за собаками ну может быть и надо я ни от кого не опровергаю ну как это сделать надо чтобы никто другой не сожрал а он вышел и прям днем ну если где-то и бросит там колбаску какую-то шел ночью будто бы как выронил когда никого рядом он днем нахальный такой днем вышел и давай раскидывать а мужик один убедал подошел ты что делаешь он понял это же отрава но мужик здоровый а этот поменьше ты что делаешь у меня собака недавно вышла гулять я вывел ее она рядом была с ним она что-то сожрала и сдохла как она мучилась ты поразит что делаешь и он схватил его и ему в рот все это затолкал глотай я сейчас башку тебе снесу и он сам съел эту отраву я говорю еще а ничего это отрава такая которая на человека не действует ты понимаешь о ком я говорю этот человек может сам доказать прийти сюда и вам все доказать вот как иногда делает наткнешься а вы не травили никогда не помню нет но собака отстреливает их отстреливает и всегда было хорошо ловили вот беспривязнно собака сорвалась ну надо поймать хозяин пустил 300 рублей штраф сейчас не знаю в районе в этом районе района постановили сесть и так в любом вопросе ты сам себя назначай кары там я работал а тут стоял хоть маленько себя ущипни никак вот даже вчера пошли только только начали то что делает один человек у нас всегда лишний встал стоить смотрит то есть телевизор из любой ситуации телевизор делает ну сразу кто-то грабли взял кто-то охапку сено несет тогда встал стоить твоя жизнь спереди будет все время стоять не будешь все время тебя кормить не будут один раз помогут а другой раз нет еще раз говорю вот у нас отец была так рука на фронте оторванная 10 ребятишек и мы никогда не просили у нас считалось это нехорошее дело а другие просят другие они за себя ответят отец думал до пасу овечки не потеряются они больше у людей набирал и пас то у отца своих овечек там 12 одно я заколю баран и половина барана отдам бабушкам беспризорные здесь и мы с детства знали мы носили нас к этому приучили праздник какой мама пироги испечет а на том конце деревни бабушки жили и мать пошлет кому помолиться о день рождения канун ангелых родителей а мы не знаем она знает и она берет там свою книжку акапис считает мы стоим рядом отнести суп уху там сделала они одинокие с детства заложили это неистребимо в нас я учусь всех мне дали 3 рубля доехать оборвало 2.30 остается 70 копеек живи а как же твое дело дома еще нету лето я уже я в городе пешком хожу а потом ну пешком хоть я и хожу а хлеб то покупаю и деньги вот уже кирпич не был такой 16 копеек и где дальше то никто меня не спрашивает дома то еще 9 ортов и кормить надо осень отец даст мне два густя ободраные опаленные я их на кусочки держу с пищечным коробом и на всю зиму чтобы хватило еще посты соблюдать понимаете как жили и мы не знали это чтобы простить я тогда на вокзал уйду у кого-то чемоданы женщина одна я подошел давай помогу она меня боится я говорю вы не бойтесь я верующий я в машине такси она мне деньги дала вот все я уже опять живу кому-то снег вижу не могут скинуть я зашел там одни старые люди можно снег вам скинуть давай давай накормили а перцы рыбачить пошли между экзаменами три дня а я сдавал экзамены всегда самый первый еще технику у меня открыта я уже на кресле сижу сдать день свободный я на рыбалку а чем влечься было а другие у тебя какой билет 15 он встает и дверь а у тебя какой билетов-то все меньше остается там а билет это дает и он думает сейчас я высчитаю а что ты высчитаешь ну ладно еще пять остается ты зашел по ним-то тоже отвечать надо а как все должны знать я всегда сдавал экзамен первый первый и с товарища на рыбалку один раз захватили туда прошли еще нет а там дорога дорога была когда водой-то залило и вокруг трава растет и карась там а обратно как протащили ведра два наверное вытащили как мы устроили пряску рекоряй а теперь на базар можно продать и хлеба купить и никогда мы не считали что мы бедные а сейчас только дай дай а как бесплатно домой ехать надо стирать стирать я грязное берегу потом я привезу домой а ехать на вагоне на крыше бесплатно а там ловят бывает ловят а бывает и нет я вспоминаю это без осуждения власть делала так это ее дело мы не воровали нигде ничего совершенно нигде мы ребятишки маленькие подворовывали маленько вот здесь на задах турнефт был турнефт это в виде редьки такой большой но он сладкий ему туда залезем пальчиком его выковыришь оттуда и лежишь там грызешь как кролик есть охота а коров пасли когда так там на той стороне мак рос все весь бубок красный был мак берем из дома сумочку набьем ее туда и ходишь целый день жуешь мак жили эти и находили не то что оправдание а именно правильно сапожками сшили а мы придем там отец дежурит или мама днем на этом и вроде упал на пшеницу а сапогом то вот этим пощат пьешь пшеницу идти то невозможно она ногу трет но молчишь до дома дойти а дома вытрясешь брат сделал рушевку крутить чугун набил две половинки как две чурки друг на друга и эту пшеницу она рубит а мама из него а что делает мудрые не брали а поэта попшеницу прокатишься и сапогом пьешь лебеда рыжих это дикие травы сейчас они растут а они когда спеют тогда прийти горькие горькие но они дают жизнь а другие были пень березовый гнилой наберут толкут и добавляют туда ничего нет весной сажать картошка мороженое прошлогоднее ее доставали я из него малодышки делала и такая и так дружно было все было кажется мы такие а я сусников плавлю сдам велосипед куплю осень в корченой школах туда-сюда 30 километров туда-сюда вечером еще 30 60 километров это Герман Титов космонавт он сильный был на велосипеде я сразу вспомнил и у нас так было а сейчас все в достатке ничего нету Елизе Малипо не знали Евангелия слова такого не слышали Елизе Евангелия я вспоминаю это моя жизнь сейчас 5 класс кто в 5 учится в классе ты в какой перешел 6 ну а так сколько тебе 12 12 я пошел в школу на год раньше ну вот считай 5 это 4 5 класс мне было 5 класс 5 и пошел там где-то 6 еще не было 10 и 35 километров дедушка я в нем учился 5 километров до Бора 10 лет Бор 10 километров Бор Бор это лес там разное а в Тавровске куда пройти а оттуда еще дойти до Шарщина 20 километров 35 и один ходил один вот такой вот куда пустишь то его пасали коров после наше время загнал смешно даже я говорю для того чтобы вы поняли у вас другие условия у вас шансов делать добро много больше я ничего никому не мог дать ничего нет мать сварит рожь в печку посадить там этого а потом и сделала что-то там с чем-то не знаю там вода или что называлась кулага мука из этого и кулага и она давала нам на неделю кулага она в виде патоки густая такая как сливки такая коричневая в шумунах и все а мы двое с братом брат на 5 лет старше меня и он мне маленько даст а себе больше не хватает они выросли меня заболели он соскочил ну давай мериться кто выше а что мериться и так видно что я меньше его понимаешь а брата этого я не просто любил а обожал он все умел делать я ничего не умел он и и всякой пустяковной радио в баню провел в баню в то время радио а радио никто не знал на дорожнике были у моей тетки они были и провели по деревне радио тачок там и такой как из этого вот сейчас ну бывает туаля рубероид из рубероида такой вот сделанный вот и она там в печке возится а в это время радио включили и там что-то заговорили а она бросила в печку выскочила на улицу и говорит там беси не беси а беси беси напустили этих партнеранты тетка полагея да это радио какое радио она никогда не слыхала не видала я сейчас в комнате была никого нету и там где-то кто-то кричат беси напустили понятно как и жили и довольны были и благодарили Богу а сейчас все какая-то скукота у вас вот сложите руки вот так вот так держите наставите а зачем а как послушание еще раз говорю два миллиарда мусульман здесь сидят и какая у них дисциплина а на этом основана с малого начни а я вот заходил в институт когда в армии был и там один кореец у них учился он говорит а я учился говорит в Китае в школе когда и как учитель говорит ходит у него линейка линейка вот такой высоты вот так он ходит и на линейку опирается она как вот три пальца вот так вот взять такая ходит и смотрит руки только вот так убрал он подошел вот на линейка когда вот это такой волдырь говорит голову можно поморачивать допустим 15 градусов больше нельзя вот так вот а не так как у нас сидят смотрят какая дисциплина где-то он захватил японская там еще что-то какая дисциплина я ниоткуда не знал ой-ой-ой а потом показывают в интернете мусульмане там ребятишек в уроке принимают он каждого и каждого корет и отмечают он сидит и идет а не только отлетает от него учат по-разному но дисциплина нужна а сейчас над учителем смеются кричат там и не посчитают в наше время этого не было совершенно учителем это уважаемый человек с ним советовались взрослые родители а нам бывает учителя случило одно поколение второе старенький все по-другому было 45 лет в начале детского лагеря дети меняются я каждый год их вижу очень быстро особенно с интернетом они делаются одержимы бесами не понимаете чего я говорю просто угостила одного русла она на этом качается на веревке он стоит просит дай у меня садится палка между ног и на веревке тарзанка он стоит он только палкой летит она отпустила с этого столика палка летит он смотрит и палка налетела точно в лоб упал он не поймет как она из монитора вылетела он не может понять для него мир ограничен монитором и вдруг эта палка летит и бьет его в лоб прошло какое-то время он отплакался и опять она снова отпускает и он опять получает ногами жилить-то этот руслан он крещеный Андреев был вот история какая это вот здесь в нашем лагере рядом и он научился есть баба по телефону я научился второе есть а парня-то уже около 10 лет он не ел никогда капризники и прочее поэтому раз в год столько и беды столько никого не любят и не знают все недовольные все время а благочестивым в великое приобретение быть благочестивым и довольным довольным и всегда вспоминаешь у тебя что-то болит а другие лежат недвиженные а они умирают другого пытаются где-то там захватили и всегда вспоминаешь как будто не вещем тебе и о них помолись а мне-то легко что тут такого ничего вот ваше жизнь другая тогда будет а то вы никого не помните сейчас только смотрят а сейчас и с колебой на лопатце и спать еще раз вещи вот надо знать спать сколько вы будете вы будете в дорожной пыли валяться сейчас одного из вас будил маг позвонили идти за малиной я зашел где девушки-то мои а одна лежит ну хорошо она не на кровати а здесь которая перед кроватем она просто на земле как раз споткнулась я кричу я называю по имени даже не шевелится неужели спит может нарочно она пригуляется я гляжу нет прямо спит я начал ее брызгать водой взял стакан с водой нет я тогда давай навелить она тогда проснулась сейчас куда она думает что поток смеется я говорю у вас слышали слышали все это необходимо помнить о юге у них свадьба в Пакистане как они готовятся и в груз в грузовик врезается 15 насмехи 13 что ли в реанимации я прямо там с ними рядом и они сделали все правильно стояли в стороне и он влетел туда ой-ой-ой какая беда так это Пакистане Барнаул улица молодежная идут до призывности призывают в армию уже проверяют они и солдаты их ведут и в это время гонят пьяные и прямо в них раздавался живот он лежит пешки подгребает себе там женщина да ладно ну явно что он умирает уже родители отправили удар мне не доехал это все было здесь только он я не знаю целый строй вынес на полной скорости ударить там вообще а другой в остановку врезался люди стояли на остановке ждали автобус чем они виноваты но у Бога все это известно было но Бог мог бы сделать мог одна внезапно стояла здесь перед тем как смотрят а напротив там магазина вновь она голову повернула буквально за секунды о автобуса нет я еще успею загрюнуть она только за дверь в это время убьет и она теперь вспомнила зачем она зашла сюда сыну сапожки взять хотела и эти спаслась другая футбольная команда у нас один был в хору пел в Вокровском соборе слава звать и вес такой хороший но курил курил но мы так близко отношениями но какой-то в футбольной команде был и он хлебнул лишнего и остался дома а в это время самолет разбился и он теперь ходит о всей команде просит молиться и то другое его спасла пьянка он выпил накануне это не рассчитал и проспал самолет и оказалось он не дошел ну кто Вольфа вместе смотрели когда он пришел Сталин добился что сын ваш летит чтобы он не летел этот самолет не налетит куда он летит и Сталин дал указание чтобы его задержали и тот там приехал не на самолете а на другом команды нет а он Василий Иосифович любил у него своя команда была все погибли так это не один ты когда доверяешься Богу Бог как-то так сделает только из дома уходить нога подвернулась пока с ногой возился рядом пронщался автомобиль на огромной скорости его заметила машина милицейская ему сигналят остановись никак а там дети переходят с ложками по закону малые дети через дорогу и это милиция двое они бросили машину свою направили прямо в грузовик он смял все равно остановился детей спасли но сами оба погибли это люди если вы неверующие были так это мученики святые вы все это в себе складываете вот я почему-то примерами беру примерами оживляется то что считаете человек эгоист враг сам себе он думает только о себе у него ничего не будет ты всегда думай об этом мы взяли я не знаю сегодня они дадут или нет понемногу она быстро дает сигнал себе закисает тайно парнишку у меня ел пошли купаться из него все вылетело вся малина по воде поплыла а ты немножко сначала 5 потом 10 ягод на другой день а потом уже неограничено но всегда придешь холодной водой залей его я говорю для чего это чтобы сберечь вас ягоды клубники хоть виду съешь еще только лишний раз сходишь куда-то все все давай 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 открываем все не надо вы вы не дочью не не